здарова народ совмест монстровщик лёха и сегодня будет маленький коротенький ролик ролик будет про станок так как впереди у меня полки шефанеры изготовления всяких там чуланов и самое главное кухни неоднократно будет мелькать этот станок в кадре и чтобы сто раз не писать лучше один раз показать погнали а перед тем как мы продолжим небольшая рекламка и сегодня ко мне на обзор попал наконец-то действительно хороший стоящий точный измерительный инструмент это сам выравнившийся нивелир мне пришел именно в зеленом цвете имеется виду лазера ну мне зелененьких был больше нравится у меня конечно есть один но этот превосходит его во первых этот лазер на 360 градусов имеет 12 лучей в отличие от моего у него дальше дальность света то есть 20 метров это очень круто также он еще водонепроницаемый и в отличие от моего у этого съемный аккумулятор в данной комплектации был нивелир съемный аккумулятор фиксатор крепления для треноги сама тренога и линейка и также зарядка от сети ссылку на данного продавца оставлю в описании да кстати до конца лета у него очень много скидок на эти нивелиры они идут разных комплектациях в общем посмотрите купите попробуйте и как многие поняли по названию станок будут изготавливать из обычного хлама которым есть на участке после стройки меня практически не осталось мусора хлама и вообще почти ничего не осталось есть доски некоторые 50 на 150 они все сгнили а вот поддонов 36 штук даже после 3 зимы они еще выглядят как огурчик поэтому сделаю из них и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Кроме самих поддонов, мне также будут необходимы какие-нибудь стойки, раскосины, укосины, чтобы конструкция, то есть самодельный стол, не шатался, никуда не уехал, не убежал. Поэтому всякие брусочки, огрызки, которых у меня два куба, очень даже пригодятся. Все, комплект мусора готов, теперь можно что-то конструировать. Субтитры подогнал «Симон» Никаких схем и чертежей, естественно, нет, поэтому просто решил изготовить так, как мне удобно, так как это, в принципе, делает большинство. Прототип есть, теперь его осталось закрепить. С четырех сторон забиваю колья, где-то на 30 см в землю, и к этим колям уже прикручиваю сами поддоны, чтобы сам стол никуда не убежал. Так как я буду работать с циркуляркой, то есть опасным инструментом, вибрация будет сильная, поэтому движения, возможно, будут, если не закрепить стол к земле. Поначалу хотелось сделать кирпичами, но все-таки коля как-то надежнее. Ну и осталось поставить укосины в боковые части и раскосины по центру и по бокам. Четыре доски и проблема, в принципе, с укосинами-раскосинами решена. Лишнее, естественно, отпиливаю, чтобы не зацепиться ни рукавом, ни курткой, ничем. Ну и также закрепляю боковые, чтобы стол не только не качался, но еще и не шатался. И сами поддоны сверху тоже фиксирую. Получается, у меня везде все фиксировано, намертво, все жестко, ничего никак не шатается. Я по нему уже прыгал, я встал на него в блоке, пытался пошатать. Ничего не работает, он стоит мертво. Стол готов, осталось еще как-то прикрутить туда циркулярку. В одном поддоне пришлось одну доску оторвать, чтобы в будущем там мог утопить саму циркулярку. Было много вариантов, как закрепить циркулярку. Я искал самый надежный, поэтому самый надежный был просто положить его сверху, чтобы она сама лежала, никуда не девалась, и просто ее закрепить. Если как-то крепить, пытаться сразу выровнять, ничего хорошего не получалось, была очень сильная вибрация. Поэтому просто прям сверху на поддон положил и прикрутил его прям к поддону. То есть две стороны на поддоне, а третью же рейку наращивал. Но в таком положении получилось, что сама циркулярка находится на сантиметр, либо на 7 миллиметров выше, чем сам поддон. Это значит, что нужно саму циркулярку выровнять с общей площадью, чтобы в дальнейшем, как что-то будет распиливаться, было на одной высоте, а не было этих волн. Отсек для размещения циркулярной пилы готов. Теперь вставляю эту циркулярку, делаю дополнительные отверстия, около 6, чтобы надежно крепко закрепить. И закрепляю не черными, а уже нормальными, хорошими оцинкованными саморезами, чтобы циркулярка при работе никуда не улетела. И теперь это положение, так как оно немножко выше, чем стол, я выравниваю с помощью кусков и остатков USB. Для того, чтобы все аккуратно и плавно скользило, нужна гладкая поверхность. Ничего лучше не придумывал, прям как нашел остатки ламината. Из них я и сделал уже финальную поверхность стола. Для того, чтобы при движении самих предметов они не цеплялись, я сделал небольшое углубление большим сверлом, чтобы шапка саморезов была утоплена. Таким образом, все, что будет скользить, вообще цепляться никак не будет. Заодно я крепко закрепил. Саморезов черных я не жалел, так что у меня все четко, надежно, крепко и мощно. Не стал цеплять на сопли, поэтому хорошенько на каждый лист по 2-4 самореза закрепил. Ну и также сделал несколько пробных распилов, так как в дальнейшем осталось сделать вторую половину стола. Также я не забыл поставить новую дискную циркулярку на 38 звук вписе, максимально на мою модель. Поэтому она идеально, гладенько, аккуратно, хорошо пилит. Я уже ее испробовал на USB, поэтому он себя показывает очень хорошо. В дальнейшем сейчас будем испробовать на самой LDSP, как он хорошо или хорошо пилит. Поверхность стола выглядит очень просто. Нижняя часть это поддоны. На поддоны сверху ложится USB 0.6-0.5 мм, сейчас точно не помню, чтобы выровнять их с уровнем самой циркулярки. И сверху уже ложится сам ламинат гладкий, чтобы по нему все идеально хорошо скользило. Стол готов, тебе осталось закрепить только направляющую рейку. Для этого нужно взять два куска LDSP с заводскими сторонами. Одну часть я приложил к самой пиле, а вторая проскользила вдоль. И уже по той, которая проскользила, мы правильно, аккуратно направляем рейку. Рейку я не забыл заранее распилить, чтобы она в процессе крепления не лопнула. И в таком положении закрепляю направляющую рейку. Рейку делаю расстояние от пилы 72 см. И делаю пробный распил. Проверяю все стороны, насколько точно она распилила. Есть ли уклон, есть ли перекос. Как ни странно, но с самого первого раза получилось сделать идеально. Была точность до миллиметра. Значит мой станок пилит все-таки ее ровненько. Есть минус, рейку быстро не переставишь. И после перекручивать, настраивать, да, в этом есть минус. Но я буду делать по одному и тому же размеру. То есть высота кухни одна и та же, отпилили. Потом ширину отпилили, одну и ту же. Ну и потом сверху что там еще какие-то полки. Вот и все. Там в принципе это три размера. Поэтому я думаю, что если я переключу трассы за весь распил, это будет не такая уж проблема. Ну а теперь можно показать, что в итоге получилось. Продолжение следует... Ну вот так из хлама мусора и циркулярки сделал себе маленький бюджетный станок. Затратов здесь никаких нет, потому что полностью все сделано из хлама. Ну, на этом все. С вами был самоостройщик Леха. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok